Привет, меня Сергей зовут, и сегодня будем рисовать намеказами НАТО. Это рисовалось полностью на стриме, и ребята из чата могли влиять на процесс. Хочу рассказать полностью о том, как получился этот арт, и с чем мне пришлось столкнуться. Первое, это вот эта рука, которая идет вперед. Изначально там планировался резинган, но потом понял, что в концепте боевой позиции будет очень странно там размещать резинган, и я оставил просто руку. Затем нога. Непонятно, как ему разместить не то, что ногу, но и вторую ногу. По итогу, куда деть ноги, непонятно, и мы пришли к выводу, что лучше разместить ноги так, чтобы их не совсем было видно. И напрашивается, естественно, соперник. Его не было изначально в планах, но Коля Томинато культовым боем считает собой против Тоби. В начале, где он нападал на деревню с девятихвостом. Поэтому Цепи, Тоби и интересная воздушная перспектива у Арта. Арт изначально задумывался в ночи, поэтому ночь и красивый контурный луны свет. Теперь набрасываем более детальный набросок. Это не лайн-арт. Лайн-арта не будет в этой работе. Просто задача понимать, где какой атрибут, где какой элемент, чтобы в дальнейшем было более просто все это красить. Первый скетч все-таки просто требуется для того, чтобы я понимал, что где находится, где как чё и так далее. Рука, если чё, срисована с моей. Это моя кисть руки. Поэтому если вдруг она кривая, то, ну, такие у меня пальцы. Собственно, ими я и рисую. По сути, в наброске не было каких-то сверх трудностей. Я ему единственное добавил протектор на руку. Я не помню, были они в каноне или не были. Но все остальное я постарался сохранить максимально аутентичным и доскональным. Единственное, вот эта вот попка Минато, очень сложно было ее изобразить, поэтому я попросил свою женщину, стоя сзади, встать в такую же позу. Попа Минато срисована с попой моей женщины. Вот, знаете просто это. Нога. Как всегда, эти голые пальцы ног, отвратительная вещь. Вечно сложно их рисовать, но я постарался вроде норм. Коль у нас все готово, накидываем фон и потихонечку переступаем к покрасу. Накидываем основной тон на то место, которое будем красить сейчас. После чего через отправочные маски идет покрас. Покрас тут корректировался огромное количество раз. Фух, потому что рисовать сразу в ночной палитре, я подумал, будет сложно, да и темно, просто легче нарисовать в обычной, а потом отцветкорить. Потом я пришел к тому, что лучше рисовать сразу в ночной палитре. Короче, поэтому пока что тон кожи будет адекватный, потом сменится на ночной и так далее. Для начала обычным тоном я выдаю базовую тень и отделяю объекты. То есть пальчики, складочки, носик, ротик, прочее. Пальцы ног, мое почтение вообще, я постарался их сделать. Вечная геморройка для меня. И поскольку основной источник света это луна, хотелось дать какой-то еще и базовый. Если у вас есть претензия к тому, что тени весьма размытые, то, комон, какое еще в ночной туманности может быть освещение? Фактурное? Четкое, строгое? Нет, ребят. При ночной туманности освещение, тени, точнее, накладываются максимально плавно, так как источник света рассеивается. Вот. А контурный от луны уже более жесткий, потому что это единственный источник света в кромешной тьме. Вот. Надеюсь, это мы уяснили. И просто по ходу трансляции были вот эти вопросы весьма странненькие, при условии, что, по-моему, это очевидно. Но окей. Тут я разжевал. Теперь добавляем на кожу небольшую текстурку, отделяем пальчики, дотеняем и так далее. То есть максимально стараемся превратить покраску в что-то более-менее сносное. Теперь глазки. Глазки, по сути, просто создаются основные тона, потом блендером все это выбивается, чтобы создать эффект глазок, и идет покрас дальше. Тени специально создаются немножко синими, за счет чего глаза сейчас невероятно сильно выбиваются, потому что на коже синих теней нету, а на глазах уже есть. И вот этот диссонанс пришлось закрывать путем следов дальнейших вмешательств. Протектор, волосы. Это все также рисуется без синих теней. Почему? Потому что их придется Сереже добавлять дальше, позже. И вот я долго думал, как. Просто добавить синюю теньку, потом ее подменить через умножение как-то. По итогу я сдался и возвращаюсь к волосам. Волосы просто текстурными кистями задаются. Всякие волосиночки отдельные, базовая какая-то тенька, светик, чтобы было понятно, что источник света справа, он рассеянный, размеренный. И вот теперь кожа цветкорится. Создается более контрастные, четкие границы, утеняются под стать тематике, под стать окружению и так далее. То же самое делается с глазами. Вот. И теперь, в принципе, более-менее идет ощущение, что это в ночной палитре. Теперь просто остается все остальное делать, под стать этому покрасу. Задается далее кофта. Кофта, какой геморрой, господи, миллиард тысяч складок на этой кофте. Все как-то надо отрисовать, как-то отделить объекты друг от друга. Жуть, сложно, неприятно. Но вроде как более-менее справился. Единственное, вот эти перегородки веревочные между кофтами, между, на рукаве точнее, и на втором рукаве, я их забыл добавить. То есть я крашу что-то в чате, мне никто не подсказал, не напомнил про это. Я забыл. Вот. Заболтался, сорян, моя вина. И, в принципе, они получились черными на итоговой иллюстрации. Сильна ли это проблема, я не знаю. Не канон ли это? Ну да, не канон. Ну, извиняюсь, мой косяк, моя ошибка. Когда я это заметил, было уже достаточно поздно. Ну, ничего не путелось. Если что, вы хотите посидеть на таких стримах рисовальных, то ссылочка на твич есть в описании. Спокойно переходите, всем рад. Я от всех жду. Вот. Весело проводим время, рисуем, общаемся. Тем временем я уже перепрыгиваю на плащ. Плащ. Как разместить плащ? Я решаю делать вот такой небольшой замах в правую сторону, потому что он резко поднял ногу, допустим. Плащ мог по инерции так пойти. В принципе, ничего сверхъестественного. И теперь тенька. Тень классическая, серая, потому что плащ. О, серый, о чудо. И в принципе, ничего сверхъестественного. Просто накладывается тень, также через отправочные маски. Ничего нового. Этот стиль я уже часто вам показывал в своих видео. Жилеточка. Текстурка. Основной покрас. Через умножение еще одна текстурка в более темные места. Тенька и так далее. Классический. Классическая схема углубления света. Цвет. Цвета и света. В дальнейшем мы переходим на заднюю, на изнаночную сторону плаща. Но я забываю воротник. Но воротника потом дорисую. А пока что просто точно так же. Обычный цвет, текстура. Через умножение накладываются тени. Относительно общей световой палитры. Бинтики. Что такое бинтики? Бинты это жутко непредсказуемая, хаотичная, непонятная субстанция, которая обматывает абсолютно все, что двигается. И бинтики как-то вот наслаиваются, оттеняются, тут заходят, тут отгибаются. Жуть, да и только. Но вроде как более-менее считывается, что это бинты. Поэтому я в принципе доволен. Вот и воротник. Благо я уже дошел до него наконец-то. И кунай. Боже мой геморрой. Кунай это было сложно. Это было долго, кропотливо. Как передать эту странную высранную форму? Как ее вложить в наклон для глаза? Как вот эти все проблики сделать? Короче, жуть. Жуть. Странный кунай. Странный минат. Очень сложно было это сделать. Тапок. Боже мой. Тапок, если что, я немного халтурю, потому что дальше он будет в тумане. Поверх него будет переходить цепь. Пришлось немножко пренебречь ему. Дальше садимся за Обита. Обита, благо, имеет достаточно легкий дизайн. Да, тут было бы круто изобразить плащ Акацки. Но это был бы не канон, потому что Тоби приходил в обычном плаще, коричневом. Из интересного у него только цепь и маска. Но пришлось работать с этим. В принципе, он получился достаточно темным пятном из-за своей одежды. Но, с другой стороны, это враг, который к нам спиной. И у него реально такая одежда. Типа, ну тут ничего не поделаешь. Он такой, какой есть, и нам просто придется смириться с ним. Тут пропала вебка, ничего страшного, скоро вернется. Я не знаю, нужно ли было вам то, что я там сверх быстро дергаюсь, но... Скоро вернусь. Волосы. Волосы обычные, серые, скучные волосы. Ничего интересного. Самое интересное будет на этапе контурного света. Потому что, как пустить его от луны, сделать его интересным и зрелищным, это, да, еще заморочка. По поводу рук. Ничего нового, кроме протектора вот этого защитного на предплечье я не добавлял. На нем два бинта, которые его держат. Ну, бинты, повязки. Каемочка и, собственно, сам протектор стальной. Теперь делаю за цепями. Мне захотелось изобразить, как будто они уже немного обволакивают минато, как будто вот только чуть-чуть и они схватят его. Деревья на фон, листья, все это текстурными кистями делается, блендится. Ну, и копируется на углубление, чтобы там показать глубину. Дальше, через параметр жесткий свет, я сохраняю луну и немножко играю с облачками. Воздушная перспектива. За счет чего она делается? Первое, это дымка между слоем стоби и минато и между минато и фоном. Затем листья. Листья делаются самые крупные на переднем плане. Среднего размера на среднем плане между топи и минато. И за минато листья самые тонкие. Чтобы показать глубину кадра. То, что есть какое-то пространство и арт углубляется вдаль. И от луны идет контурный свет. Вот я блендю, кстати, листья, а то они были классические. И по сути, просто параметром жесткий света, аэрозольчиком тоненьким, я выдаю контурный. За счет отправочной маски я не заезжаю за края. И спокойно могу делать контурник. Местами, где он требуется более рассеянный, я просто повышаю радиус баллончика. Все. Немножко отыгрываюсь через параметры скрин и умножение, чтобы доуглубить свет. И иду в фотошоп. Фильтр камеры RAW. Тыкаю туды-сюды все вот эти ползуночки. Немножко добавляю зернистость, играю с цветокоррекцией. А, и еще. Основная еще претензия, которая была, это почему минато рыжий. Потому что желтые волосы в ночи, о чудо, могут быть даже коричневого цвета. Но это не тема выпуска. И эффекты. Эффекты на Тобе делаются просто блендом и молнией текстурными кистями через параметры свечения. И вот что у нас получилось. Обычный скетч. Детальный скетч. Отрисованный полностью минато. Отрисованный Тобе. Отрисованный фон. Элементы воздушной перспективы. Цветокоррекция. Туманчик эффекты Тобе. И эффекты минато. Вот такая работа вышла. Надеюсь было интересно и познавательно. Перебегайте на твиче, если хотите посидеть на таких рисовальных трансляциях. Более подробно с артом можно будет ознакомиться в инстаграме. И отдельное спасибо спонсорам канала. Всем пока.